Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня будем говорить о музыке, о творчестве, о молодежи, о том, как это самое творчество помогает человеку идти по жизни. Ну и, конечно же, как этому человеку, кто помогает, а кто не помогает, может быть, кто-то мешает. В общем, обо всем этом будем говорить с гостями нашей сегодняшней, ну, скажем так, музыкальной студии. Ну, начнем, наверное, с самого главного персонажа. Это Яна Домогацкая, которая у нас сегодня в ранге певицы, правильно мы вас представляем? Хотя, на самом деле, Яна – волонтер, активистка местного отделения Молодой гвардии Единой России и солистка вокального ансамбля с таким редким названием «Шоколад». Ну, там половина по-русски, половина… Да, «Лад» по-моему. Да, слово «Лад» на английском, просто, чтобы вы понимали. Городского круга Люберца, такой вот вокальный коллектив. Ну и мама рядом, да? Я думаю, что все, кто смотрит, сразу видели, что какая-то родственница явная. Это мама, да, это мама, Ольга Гофф, которая тоже сегодня присутствует в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы вот в черном, потому что это вы вечернее в основном выступление, что-то такое концертное, да? Или так совпало? Ну, на одной волне. На одной волне. Ну, давайте мы сразу же расскажем нашим телезрителям, потому что у нас есть кубок, у нас есть два диплома. Давайте мы расскажем, что это такое, что-то новенькое, что-то, может быть, старенькое. Рассказывайте. За что? Этот кубок, это несколько лет назад было на конкурсе в Октябрьске «Наследники Победы». С дуэтом, с моей подругой взяли за песню «Россия-матушка» гран-при. А как вы поделили этот кубок на двоих? Или вы по очереди его храните? Нет, хранится он у нас, как с общими кубками нашего ансамбля. А, в коллективе, да, я понимаю. Ну да. Да, это тот случай, когда в коллективе остаются все грамоты. Ну да, он просто очень красивый, очень необычный. Ну, видно, что он сделан с душой, а когда еще он с душой, так сказать, заработан, вот, это было, как вы говорите, пару лет назад? Да, не помню точно, сколько. Ну, я думаю, мы можем открыть сейчас тайну. Яна у нас молодая совсем еще исполнительница и молодая активистка, как сейчас говорят, да, 13 лет вам, да, так, то есть тогда вам вообще было 11, да? Да. Ну, мы помним с вами, что сейчас молодые люди у нас уже почти до 40 лет, там до 35 точно. Так что молодость, она бесконечная будет у вас, это здорово. Так, теперь о благодарностях и диплом. Что это у нас? Это в конце августа Яна стала обладателем гран-при международного жанрового конкурса. Назывался он «Летние таланты 2024» от фестивального движения музыкантов. Понятно. Так, здорово. А вторая благодарность? Вторая благодарность – это уже благодарность за общественную деятельность, которая была вручена председателям… За активное участие в волонтерской деятельности и реализацию мероприятий «Молодая гвардия Единой России» на территории Московской области. Да, это руководитель Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Я не вручила благодарность. То есть лично вручила? Да. Ну вот мы так сегодня и поделим наш разговор на две части. Третье, наверное, начнем с волонтерской деятельности, а вот вторую посвятим уже, наверное, творчеству, потому что здорово, пение. Тем более сейчас, ну, что называется, время сентябрьское в разных местах идут музыкальные фестивали от самых известных, да, таких, всероссийских, до Дни городов проходят. В общем, много всего интересного, где музыкант может о себе заявить. И вы расскажете о трудном пути музыканта, да. Но это во второй части. А в первой давайте поговорим о серьезных, то тоже серьезных, но о вещах, которыми вы занимаетесь, потому что слово «волонтер», мне кажется, оно сегодня приобретает какой-то новый смысл. И это больше, чем просто там, вот я хочу помогать. Для вас почему вы пошли в волонтерскую деятельность? Ну, я в волонтерской деятельности с пяти лет. В пять лет мы с мамой стали волонтерами в детском хосписе «Дом с маяком» и приезжали к нашей подопечной Алине, девочке. Она жила дома на аппарате искусственной вентиляции легких. И вот мы к ней приезжали, проводились с ней мероприятия, играли с ней. А это была инициатива мамы, наверное, да, прежде всего? Ну, да. В целом я узнала о детском хосписе. Мне очень хотелось помогать. И я узнала о том, что много детей, собственно, живут дома. Это очень хорошо, потому что они находятся не в больничных палатах, они находятся не в кафельных стенах. Рядом с ними родители, друзья, там, животные домашние и так далее. И то, что эти дети очень страдают по общению с детьми, потому что у них просто мало возможности куда-то выходить. И узнала о том, что необходимы волонтеры, именно волонтеры семьи такие, чтобы можно было приехать, помочь. И по хозяйству взрослый человек. И при этом ребенок мог бы пообщаться с ребенком. Да, потому что, конечно, хорошо, если я буду общаться, но это не очень интересно малышу. Да, здесь получается, как бы взрослые со взрослыми, а ребенок с ребенком. Здорово. Вот, и вы начали ездить к этой девочке, да? Да. Как девочку? Алина. Алина, да, Алина. Вот, то есть с пяти лет это начало происходить? Да, с пяти лет. А потом как это вот превратилось уже в такую деятельность? Дальше мы уже стали посещать детский хоспис вместе с ансамблем, с нашим шоколадом. А, то есть параллельно. Вы еще, как бы, можно сказать, вы ансамбль немножечко к этому тоже... Ну да, мы приезжали, давали концерты, концертные программы, тоже развлекали, пели для детей вместе, устраивали пикники. Или ездили на теплоходах кататься тоже, нас возили всем вместе. Ну, я так понимаю, что от волонтерской вы уже перешли, ну, от самостоятельного, скажем, да, так, подхода, более такому коллективному, верно? Да. Вот, потому что все-таки вот мы только что о благодарности говорили, и мы прекрасно помним, что волонтерство, скажем, до ковидного периода и волонтерство сегодняшнего дня, это совсем уже разные такие, да, варианты. Сегодня это фактически такое, ну, движение, что ли, потому что люди этому дают очень много сил. Ну и как вам стали помогать, я так понимаю, молодая гвардия, как вы вот попали в эту организацию? Туда я попала полтора года назад, почти. Да, как хорошая девочка, которая все правильно делает, верно? Ну, я немножко вот тогда предвосхищу, получилась такая история, что Алина, наша подопечная девочка, она спустя полтора года умерла. Ну, я так понял, по-вашему. Да, для Яны это было очень таким большим потрясением, и ей очень хотелось что-то сделать вот во имя, скажем так, Алины. И Яна придумала такую историю, она стала отказываться в свой день рождения, у них был день рождения с Алиной практически день в день, у Яны 12 октября, у Алины 11 октября. В свой день рождения она отказывалась от подарков, говорила, ничего мне не дарите, перечислите деньги в детский хоспис, либо перечислите деньги мне, там, передам их в детский хоспис. И за 6 лет, отказываясь от подарков в день рождения, Яна передала на нужды неизлечимых больных детей чуть более миллиона рублей. И мама с этим согласилась? Мама с этим была очень согласна, конечно, даже как бы мы помогали ей всегда. В 2020 году Яна нарисовала эскизы, это были глаза. Сейчас Яна расскажет, почему глаза. Вот, и мы сделали футболки, которые, собственно, тоже продавали и на вырученные средства передавали в детский хоспис. Яна, объясни, почему глаза, это очень интересно. У детей, которые, например, тоже на аппарате искусственной вентиляции лёгких и с другими проблемами неизлечимыми, им тяжело общаться, как для нас в привычном понимании, ходить, как-то... Ну, говорить в первую очередь, да. Но то, что у них всегда остаётся понятное нам и то, с чем они общаются, это глаза, конечно же. У каждого ребёнка свой мир в глазах. Именно ими передают все свои эмоции, все свои чувства, именно глазами. И это может стать как символом таких детей. И чтобы их больше понимали, чтобы ценили это, нужно не забывать. Ну вот на вашем примере, потому что разные у нас были встречи, разные интервью, волонтёры тоже бывают немножко разные. Некоторые волонтёры смело говорят, это нормально, они получают определённые баллы, которые позволяют потом поступать с улучшенными показателями в какой-то возраст. Но мне кажется, что вы, Иоанна, немножко в хорошем смысле слова, да, это, наверное, благодаря маме, как у нас говорили, вот немножко не от мира сего. Какая-то такая доброта среди всего этого нашего сложного периода. Почему? Потому что, ну ладно, когда человек там в солидном возрасте к этому приходит, да, мы знаем такие истории там, когда уже... А вы с пяти лет уже в этом находитесь, и не то что этого не страшитесь, не боитесь, а вам это интересно. И видите, вы даже как-то по-своему это выбираете. Это будет как-то сказываться на вашей дальнейшей профессии, на выборе, потому что мы же помним, что ещё есть творческая составляющая. Вы просто так легко об этом говорите. Ну, для меня, даже журналиста, мы люди такие уже опытные, вот вы так легко говорите, ИВЛ и так далее, видно, что вы опытный человек в этом вопросе. Вы, наверное, как-то хотите связать свою жизнь что-то с подобным направлением? Не совсем, на самом деле я... Это просто от души. Ну, да. Я сама по себе хочу стать актрисой. Да. И, в принципе, артисткой. Но это никак не будет мне мешать дальше продолжать заниматься волонтёрством. Это неотъемлемая часть моей жизни. То есть такое параллельное существование ваше, вы без этого не можете? Не могу. А откуда это? У вас семейное такое? Почему? Дети же разные бывают. Можно помочь там в 5-6 лет, а потом забыть об этом, заниматься уже своими делами. Вы знаете, очень долгое время я пребывала в заблуждении, которые, мне кажется, сейчас очень свойственны людям, которые думают, что благотворительность и волонтёрство – это про деньги. А на самом деле, когда я осознала, что это вообще не про деньги, я поняла, что я всегда буду помогать. Потому что, в первую очередь, это вопрос эмпатии. И если в какой-то момент человек понимает, что его проблемы – это не вершина мира, да, то, что вокруг... Выходит из своей оболочки. Да, и понимает, что вокруг очень много людей, которые нуждаются в помощи, понимаете, в самой простой. Там, не знаю, человек уронил там что-то на пол, да, и если у тебя внутри вот эта эмпатия существует... Ты сразу же помогаешь. Ты сразу же поможешь. Ты не задумываешься над этим, ты просто это делаешь, и всё. И каждому человеку дан Господом какой-то дар, какой-то талант, какая-то возможность, которую и нужно применить на помощь другим людям. И если мы как-то очень давно поняли это, что если нам дано некая артистическая история, да, то мы должны это делать не только ради зарабатывания денег, да, когда-то там, когда она вырастет, но и сейчас уже для того, чтобы помогать. Вот, например, 2-го числа мы едем в пункт временного размещения для детей в Курской области для того, чтобы просто попеть им детских песен, которые они очень давно не слышали. Просто попеть. Казалось бы, нет, мы не везём никаких безумных миллионов каких-то подарков, игрушек, ещё что-то, мы просто будем петь песни. Но я уверена, что и в этом тоже нуждаются. Ну вот, Ян, сейчас такой вопрос, знаете, такая всегда есть, и у вас будет это отцы и дети, да, обычно всегда, вот мы в наше время и так далее. Очень часто вас, ваше поколение и ребят постарше, даже чуть-чуть помладше, ну, вот ругают, вот они не такие, не сякие, вот там всё сидят в гаджетах и так далее. Вот я так понимаю, что в вашем лице мы видим совсем другого человека, то есть на самом деле ничего не поменялось, всем хочется любви, всем хочется понимания, да, всем хочется отдавать то, что у тебя есть. А вот какой вы получаете эффект от того, ну вот вы там приехали в хоспис, что-то сделали, или спели песню, или пообщались, или ещё что-то. У вас что после этого остается? Вот вы вечером домой приезжаете, что у вас остаётся? Счастье, что-то максимально положительное, осознание того, что сегодня я помогла, сегодня я подарила счастье, которое есть у меня, я могу поделиться этим с людьми, и сегодня я это сделала. А вот ваши знакомые, они же тоже разные, наверное, там, ну, есть друзья, есть товарищи, есть знакомые, у нас такой большой градиент этого дела. Есть такие, которые говорят, а зачем ты помогаешь, зачем оно тебе нужно, вот это время тратить? Есть? Только честно. Пока сами не помогут. Не поймут, да? Да, не поймут. Конечно, когда даже вот эти маленькие помощи, по типу, поднять, кому-то помочь поднять пакет и донести что-то, это уже само по себе приносит какое-то счастье. Даже можно думать, что, ну, зачем помогать, зачем, это не так. Всё равно, мне кажется, у большинства людей, почти у всех есть вот это в душе, что... Просто, да, некоторые немножко сдерживают себя, да, а некоторые не включают эту опцию, как сейчас говорят. Ну и в финале этой первой части, напомню, что мы, может быть, немножко так спокойно об этом говорим, а это действительно такая серьёзная работа, ведь это и ответственность, если ты берёшь за кем-то, ну, наблюдаешь, да, и кому-то помогаешь, это как бы на тебя уже переносится автоматически. Вот что хотелось бы в будущем? Вот я и маме задаю вопрос, и вам от этой работы, от помощи, может быть, когда-то станете известной актрисой, может быть, фонд какой-то организуете. Сейчас я так понимаю, что вы в системе молодой гвардии, да, работаете, как бы в этом направлении. Но в дальнейшем как-то есть такие мысли, что-то такое глобальное создать? Прям глобальное? Это я такой вопрос, да, задаю. Пока ещё я об этом не задумывалась. Ну, вот вы, смотрите, я в первый раз услышал, да, ещё, особенно когда мама говорит, вот все деньги, ребёнок на день рождения, там, 10 лет, да, 11 лет отдаёт, говорит, отдавайте туда. Да, ну, вот как сейчас у нас на последние годы, на 1 сентября предлагают вместо цветов, деньги отдавать детям, да. Дети без цветов, это наша акция, в которой мы всегда принимаем участие. Да, я считаю, что она вполне себе разумная и так далее. Вот цветы можно подарить в любое другое время, не обязательно 1 сентября. Вот, просто вы как-то к этому уже относитесь профессионально. Будут, говорят, не хочу подарки, и всё, в смысле подарки хочу, но деньги отдайте туда. Поэтому я спрашиваю, может быть, у вас потом будет какой-то свой фонд актрисы, Яна, может быть, у вас другая фамилия будет. Это же интересно, это я вам так пророчиваю. Но в финале хочу поблагодарить вас за это, потому что люди не всегда видят эти маленькие, как нам кажется, шаги, а они совершают большие дела. Я так понимаю, что вы не одни в этом, у вас есть уже команда. Очень много. Сколько сегодня у нас так людей, которые вас окружают, волонтёры в этом направлении? Вы знаете, у нас все друзья и знакомые уже прониклись этой темой. То есть все они принимают то или иное участие. Даже если мы едем с концертом, они всегда сбрасываются деньгами, покупают нам какие-то игрушки, подарки, сладости, торты, пироги. То есть есть вокруг нас все люди, нас поддерживают, что очень-очень хорошо. Кушок подарков всегда с вами. Да, и я вот хотела, немножко не соглашусь со словом профессионально отношения, а здесь именно, знаете, это как гигиена. Когда вот нормально с утра проснуться и почистить зубы, нормально быть там вежливым, нормально соблюдать какой-то этикет. Это тоже должно быть нормально, абсолютно. Не надо к этому, то есть ни как геройство, ни как ещё к чему-то. Это должно быть абсолютной нормой того, что люди вокруг нуждаются. Ну и последняя какая-то акция у вас планируется в ближайшее время, волонтёрская? Ну я на свой день рождения буду устраивать снова пожертвования для детей, как раз которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. А когда у вас день рождения? 12 октября. А, ну скоро совсем, видите, вы осенняя. Да. Сейчас сделаем небольшую паузу, потому что во второй части мы перейдём уже к творчеству наших сегодняшних героинь, потому что я считаю, что и мама, и дочка это творчество всё-таки такое семейное. И узнаем, как наша замечательная Яна ещё и поёт, чем занимается. Тем более, что она у нас была уже в гостях, и теперь у неё количество песен, количество репертуара изменилось. Сделаем небольшую паузу и вернёмся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Яна Домогацкая и мама здесь тоже находится рядом, Ольга Гопфи, которые посвятили вместе со мной первую часть разговора деятельности волонтёрской. И мы поняли, что это, с одной стороны, вроде не трудно помогать, с другой стороны, каждый человек сам должен к этому прийти. И тогда это гораздо легче, это важно. И это важно не только в эпоху каких-то сложных перемен, а всегда. И потом не забывайте, что ещё, по-моему, есть такая формула, что если помогаешь ты, может быть, когда-нибудь кто-то поможет тебе. Вдруг. Но сейчас мы будем говорить о творческой составляющей, потому что напомню, что волонтёр-активистка местного отделения Молодой гвардии Единой России Яна Домогацкая у нас ещё и солистка вокального ансамбля «Шоколад» городского круга Люберцы. Мы уже об этом говорили, но напомню, вдруг не все следят за вашими интервью пока. С чего-то всё начиналось-то, что вдруг запело-то? Мама поёт, что ли, хорошо? Ну, у нас вся семья музыканты, у нас вся семья как-то связана с музыкой. И с детства слушаю музыку постоянно. Вынуждена была мучительно слушать музыку. Я была не против, я была абсолютно не против постоянно слушать музыку. Я просто понимала с самого детства, что хочу тоже, хочу так же. Ну, и следила за артистками, за музыкантами, за певцами, да? Ну да, очень много восхищалась, набиралась. И начинала ходить в разные коллективы. У нас в Красково сначала занималась. Теперь в Малаховку перебрались. Вот у нас с новым... Шоколадку, да? Да, шоколадная. Ага, так, перебирались в Малаховку. И это прям вы приходите. Как проходит эта тренировка? Репетиция же это у вас называется или как? Репетиция, да. Так, вот вы приходите и... Нас распевают сначала, около 20 минут мы прогреваем связки. Дышим и поём, да. Да, бывает дышим, прогреваем связки, упражнения на ритм. Вот около 20 или 30 минут мы уделяем времени этому. И потом идём на сцену, уже репетируем номера, которые у нас есть на ближайшие концерты, конкурсы. Либо же делаем новые какие-то номера, которые у нас в работе. А сколько у вас в коллективе людей поёт? Сейчас 14 человек. 14. А как это? Я помню, что когда-то давно маленьким я в хоре пел. И помню, что при всём, при том, что в хор нас тогда загоняли, то есть это было обязательное условие. Вот и всё равно на каком-то этапе уже деваться некуда. Почему не я солист, да? Вот у вас как идёт борьба за... Есть же солисты или вы все сразу в 14... 14, как это сказать, всем коллективом поёте? У нас раньше было разделение на основной и неосновной составы. Те, которые участвуют в большинстве номеров, которые могут друг друга заменять. В общем, основные. Супер-супер старт такие, да. Просто у нас ребята, которые всех там заменяют и чаще всего участвуют в номерах. И те, которые новые ребята пришли, которые только вливаются ещё в коллектив, которых там последние песни только берут, только разучивают. Но сейчас борьба за солиста, её почти нет. У нас каждый хочет быть солистом, конечно же. И может. И может, конечно. Каждый старается, каждый все партии разучивает. Но это, кстати, очень удобно. 14 человек. Мы делаем там 3-4 песни общих, да? А потом каждый вышел, спел. Вот вам уже концерт из двух отделений. Ну да, у нас чаще на концертах вопрос такой, что не спеть? А, как сократить. Да, да. Вот, потому что у нас каждая девочка – это солистка очень сильная. Плюс, когда создавался наш ансамбль, было главным совершенно условием для нас – это живой звук. То есть чтобы коллектив всегда пел только вживую. Вот, мы стараемся держать эту марку. Поэтому у нас было такое два состава. То есть те, кто тянут многоголосье, сложное многоголосье в ансамбле, и те, кто ещё только учатся, входят, они занимаются полноценно, но на концертах пока не принимают участие. Потому что зритель пришёл на концерт, он должен слышать качественную музыку. Ну, понятно. Мы её стараемся давать. Такой спортивный подход, да, тренерский. Пока посидите, подождите, а потом как только раз – и вперёд. Ну и где последние ваши песни можно было услышать? В чём принимали участие? Что это были за мероприятия? Тут на протяжении всего лета, всего лета почти, проходили джазовые вечера, которые организовывала вторая школа. Вторая школа, да. Мы принимали активное участие, пели джаз, блюз, басану. Всё немножко такое, да? Да, каждый на солисты все выступали со своим репертуаром. То есть у вас есть и свой джазовый репертуар тоже? Да. Мы стараемся слушать разную музыку и делать разную музыку. У нас очень много на проблемах. Вот вы когда, например, слушаете, как вы говорите, у вас есть такое психологическое желание спеть под кого-то, да? Вот когда-то, мама, наверное, помнит, в ресторане в советском это называлось «петь фирму». То есть спеть так, чтобы все подумали, что это практически пластинка играет, как тогда это называлось. А вы как? Под кого-то поёте или всё-таки свою какую-то краску туда приносите? Свою краску. Чаще всего свою краску. А как это происходит? Потому что уже всё спето, уже всё есть, да? Ну, я не знаю, там, вам, наверное, что-то говорит, это там имя Элла Фиджеральд, да? Вот она такая и всё, и никакая. Другое не может быть. Тем не менее, вы берёте песню и делаете её по-своему, правильно? Да, мы ориентируемся на наш голос, тембр. Как у нас? У нас может быть очень низкий голос или высокий, кристальный. От этого и зависит выбор песни. А перевод песни вам важен? То, о чём там каёшься? Конечно, очень. Это чуть ли не в первую очередь. Очень важен перевод песни. Вот тут мы маму подключаем всё-таки, как тоже человекотворческого. Для вас что важнее, музыка или текст? Потому что гнорар-то у нас, как правило, получают композитор, правильно? Вы знаете, для нас не может быть главнее музыка или текст. Для нас важна художественная целостность всего номера. Почему песни звучат по-другому, не так, как у Элла Фиджеральда? Потому что тот же песню «All of me» Элла Фиджеральд поёт, как женщина, а они поют, как девушки, девочки. И это звучит совершенно иначе. Они вносят свои краски, они вносят свой смысл, свой подтекст. И это звучит совершенно по-другому. Но при этом, конечно, они стараются стремиться к техническому совершенству Эллы Фиджеральд. И, конечно, вот это хорошее слово «снимают с неё» – это тоже очень важно. Это такой процесс учения. Ну, собственно говоря, если мы придём в Эрмитаж, в Лувр, в Варсе, мы придём, и мы увидим обязательно даже не только молодых художников, но и таких уже в возрасте, которые вдруг перед какой-то известной или не очень известной картиной сидят и снимают копию. Потому что так важно, чтобы понять механизм, как это делается. Ну, и вам до сих пор нравится петь, судя по вашему вот такому взгляду? Конечно. У нас очень хороший педагог в этом смысле. А ну-ка расскажите, кто у вас педагог? Паникова Елизавета Вячеслава. Она наш педагог. Мы с ней уже занимаемся сколько лет, не могу точно сказать, прям 4 года, наверное. 4 года. Около 4 лет, да. В вашем возрасте это почти полжизни, да, можно сказать? Да, да. Ну, и? Мучает вас сильно? Нет, она нас очень любит. Конечно, она бывает строга, но это справедливо строга. Это нужно обязательно, чтобы выдавать хороший результат. Вот до начала программы я говорил, что сейчас идет такой довольно известный фестиваль, а на телевизионных каналах у нас много фестивалей. Так смотришь, не фестиваль, вернее, а конкурсом. У нас огромное количество поющих людей, причем действительно попадаются очень хорошие голоса. У вас есть задача, или мама, может быть, вам ставит задачу, или ваш педагог рано или поздно попасть, ну, либо в детский конкурс, либо чуть позже попасть в какой-то уже такой юношеский, чтобы мы увидели вас уже, ну, либо на экранах, либо приехали куда-нибудь на фестиваль. Мы уже пробуемся, на шоу «Голос дети» уже подавали заявку, до сих пор работаем над песнями, которые можно будет подать, заполняем разные видеовизитки. То есть в правильном направлении, я угадал. Да, но при этом не самоцель, конечно. Да, но хочется все-таки, да, если попасть. Ну, хорошо, предположим, мы же можем сейчас спрогнозировать. Ведь это так ответственно, когда вы выходите, например, на публику, поете, да, там, на дне города, на каком-то концерте, неважно, да. Для вас что важно, как вот я сейчас выдам, спою, или как публика примет? Как вы себя оцениваете? Знаете, как вот выдохнула, вот и хорошо спела, прям вот все, как мама сказала. Наверное, больше все-таки важно, как на это отреагирует публика. Потому что я могу слышать, что было так, что было не так, где я промахнулась, где было идеально. Но не все зрители этого могут понимать. Они слышат общую, видят общую картину, да, и понимают, нравится им или нет, хорошо это звучит или нет. Но ведь бывает публика, когда ты как со стеной с ней, вроде как ты стараешься, а она и не поймешь, как она реагирует. Или вам удается ее уже так под себя чуть-чуть подстроить? Это же уже такая актерская работа. Бывает, и такое бывает. Бывает, получается раскрывать. Холодный зритель такой, да. Бывает, получается раскрывать, а бывает нет. Стараюсь, чтобы... А что лучше, одной петь или вот в составе коллектива все-таки? Очень тяжело ответить на этот вопрос, но... Мы не обижаем коллектив, просто... Да, мне лично, наверное, больше нравится в коллективе петь. Я большой фанат многоголосья. Ну и ответственности меньше, да, если кто поддержит. Ну, не сказала бы. Нет, на каждом. Я знаю, конечно, потому что там если не так запоешь, то все полетит тарарарарар. Но с другой стороны, одна тоже, да, можно как бы... Мы же знаем таких известных исполнителей разных и в нашей стране за ее пределами. Вот что бы вы посоветовали, Ян, всем вашим однокашникам, да, вот... В это сложное время, тем более мы уже вступили в новый учебный год. Вы же тоже, да, вы же, надеюсь, не только поете, но и еще школу посещаете. Конечно. Да? Очень неплохо. Да. Что бы вы пожелали бы всем своим сверстникам? Не лениться, не лениться. Быть собой, открываться для людей и не держать свое счастье, то, чем можно поделиться в себе. Быть открытым и не ленивым. Вот прям уже можно готовить человека для поступления в театральный. Я думаю, слеза должна пойти красивая тут у какого-нибудь члена приемной комиссии. Ну, а мама у нас завершит наш сегодняшний разговор. Ольга, вот видно, что сколько вашего даже не усилия, а как это все здорово получается, когда совместно. Мы же часто говорим, родители отдают детей в школу и считают, что только школа ими должна заниматься. Они их только кормят, и то не всегда. Вот что бы родителям пожелали? Будьте друзьями своим детям. Это, наверное, самое важное, потому что все равно мы больше всего верим своим друзьям. Даже когда анекдоты рассказываем про там, одень шапку, там, да, мы вот родителям не верим, родители не слушаем, слушаем своих друзей. Так вот, станьте друзьями. Да, чтобы все важное доверяли вам. Да, я уверена, что залог вот того, что у нас семья такая дружная, это именно в том, что мы большие-большие друзья друг к другу. Ну, и по традиции нашего интервью, я желаю вам увеличения репертуара, это у нас уже фишка такая. Вот после сегодняшней программы еще надо альбомчик какой-нибудь забацать, хорошо? Хорошо. Желаем вам удачи творческой, волонтерской, чтобы у вас душа только наслаждалась. Ну, и действительно, потихоньку надо уже готовиться к поступлению, сейчас такая ответственная работа. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях были волонтеры, активистка местного отделения молодой гвардии «Единой России», солистка вокального ансамбля «Шоколад» городского округа Люберцы Яна Домогацкая и ее мама Ольга Гофио. Мы благодарим вас, ну и надеемся, что наше сегодняшнее интервью кому-то что-то даже подсказало. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания.